Эффектной колонной в вечерних платьях и костюмах виновники торжества прошли по главной улице города. Счастливые, полный надежд, они радовались и одновременно грустили по родной школе, в которой для них прозвенел последний звонок. Впереди новая взрослая жизнь и покорение новых вершин. Школа действительно второй дом, потому что она дает те необходимые знания, которые нам могут пригодиться в дальнейшей жизни и, конечно же, при поступлении. Поэтому я счастлива, что заканчиваю школу в том смысле, что я могу продолжить свой путь дальше и не останавливаться достигнутым. Настроение очень хорошее, потому что это очень важный пройденный период в жизни. Естественно, такая эйфория, потому что ты наконец-то закончил школу, и завтра ты уже уходишь в взрослую жизнь. Настроение отличное, очень радостное, что наконец-то этот афт закончился, что начнется что-то новое, будет продолжение. Ну, я, наверное, очень счастлива, что заканчиваю школу, получаю медали. В этот вечер они в центре внимания. Медалисты, ученики года, активные участники в жизни школы. Для выпускников, как для знаменитостей, красная дорожка и бурные овации. А также поздравления и напутственные слова от учителей, от тех, с кем они прошли весь путь от детства к юности. Это очень волнительное всегда мероприятие, потому что в очередной раз выпускаем очередную плеяду выпускников, очередных ребят, которые ежегодно получают знания в школах. И поэтому, конечно, это все волнительно, потому что мы точно так же с ними переживаем, которые волнуются за их дальнейшую судьбу. Мы желаем им достичь цели той, которую они поставили на сегодняшний день. Пусть им сопутствует только удача. Хотя у меня это четвертый выпуск, но как будто первый, потому что привыкаешь к детям. Все годы был вместе с ними, поэтому очень-очень грустно. А дети умные, креативные, успешные. И поэтому, я думаю, у них будет все-все хорошо. На выпускном балу путевку в жизнь получили 760 выпускников Ленинского района. Среди них 48 медалистов. Лучшие ученики были награждены памятным символом праздника, именным Алым Парусом. Я очень хочу, чтобы они в жизни были успешными, состоявшимися. И поэтому мы сегодня, как пример, пригласили и руководителей предприятий, наш совет директоров, то есть очень много руководителей наших предприятий Ленинского района. Есть представители школы лидеров, которые тоже уже состоялись в этой жизни, которые добиваются, для того, чтобы они могли понимать, что в жизни не все так легко, но нужно двигаться вперед. Мероприятие традиционно завершилось награждением лучших и любимых учителей, вальсом и, конечно, запуском шариков в небо. Выпускной вечер – это еще и традиционный аппарат нарядов. От коктейльных мини до пышных, будто свадебных платьев. На поиски того самого признавались девушки, зачастую уходили месяцы, хотя не обошлось и без спонтанных покупок. Выбирали на свой вкус, ходили, долго все это было, но в итоге выбрали, пришли к единому решению. Заехали на рынок, спонтанно купили, и все. Мы не ожидали, что купим, ехали вообще за другим. Заключительным аккордом праздника стало выступление популярного молодого исполнителя Саши Немо, которого на выпускной бал пригласили молодые брестские предприниматели и администрации Ленинского района города. Под зажигательные композиции юноши и девушки вспоминали школьные годы, строили планы и загадывали желания, которые обязательно сбудутся. Я хочу им пожелать, чтобы они в жизни были успешными, чтобы они решили все свои задачи, достигли тех целей, которые поставят перед собой. Это будет нелегко, потому что жизнь ставит очень сложные и трудные задачи, но их надо решать. Я очень хотел бы, чтобы они, получив образование, вернулись в наш город, были здесь востребованы, потому что очень скоро наступит второе тысячелетие нашего города, и им в этом городе жить, им этим городом руководить и строить этот город. Поэтому пожелать им, чтобы все у них сложилось и было успешно в жизни. Виктория Драгобедская, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.